Всем привет, друзья! В этом видео я покажу, как настроить компьютер для того, чтобы использовать программу VirtualMVP, а именно, соединить графику от Intel Graphics и графику от GeForce, либо AMD. Этап первый. Вам нужен процессор со встроенным графическим ядром. В моем случае это процессор i7-3770K. Заходим на сайт процессора, опускаемся чуть ниже и смотрим, есть ли у вас встроенная в процессор графика. В моем случае есть HD Graphics 4000. Если в вашем процессоре есть графика, то мы переходим к этапу номер 2. Второй этап это материнская плата, которая будет поддерживать эту технологию так же, как и процессор. Смотрим свою материнскую плату на сайте производителя. В моем случае это Asus P8 Z77W Pro. Смотрим все ее возможности и наблюдаем, что есть поддержка LucidLogic с VirtualMVP. Заходим в характеристики, опускаемся ниже, поддержка технологии Multi-GPU, поддержка LucidLogic с VirtualMVP. Это означает, что материнская плата сможет работать с вашей встроенной в Intel процессор графикой. Если и процессор и материнская плата у вас поддерживают эту технологию, то переходим к этапу номер 3. Мы переходим к этапу номер 3. Настройка BIOS. Я буду использовать телефон для записи настроек BIOS. Как вы видите, вот моя материнская плата P8 Z77W Pro, мой процессор i7-3770K. Если у кого такая же материнская плата, будет проще. В любом другом случае переходим к настройке Advanced Mode. Перед нами настройки Advanced. Нам нужно перейти в третью вкладку, а именно Advanced. После этого спуститься ниже, на четвертую строчку, System Agent Configuration. Здесь мы увидим Graphics Configuration. Именно здесь включается встроенное ядро Intel. Как вы видите, у меня все включено. Rendered Standby. Это позволяет Intel графике находиться включенной. И также включите для активации LucidLogic с VirtualMVP функцией. Ставьте значение, которое вы видите на экране. Также для лучшей настройки желательно установить последний BIOS материнской платы. Скачать его можно с сайта производителя. И перед тем, как делать настройки Intel, запомните все свои параметры в BIOS. После этого скиньте все настройки по дефолту. После всех действий мы нажимаем сохранить изменения и перезагрузить. После перезагрузки у вас должно выскочить обновление драйверов для Intel Graphics. Если же нет, заходим в диспетчер устройств. Нажимаем правую кнопку по своему компьютеру. Обновить конфигурацию оборудования. И здесь будет найдено в видеоадаптерах Intel HD Graphics. Для установки последних драйверов нажимаем правой кнопкой обновить драйвера. Автоматический поиск обновленных драйверов работает в системе Windows 7 и Windows 8.1. Он будет скачивать автоматически с интернета последнюю версию драйвера. Нажимаем. В моем случае уже все установлено. В вашем случае будет установка нового драйвера. Закрываем. После установки рекомендую перезагрузить компьютер. После перезагрузки нам нужно скачать последнюю версию Virtual MVP 2.0. Заходим на сайт. Ссылка будет в описании. Скачиваем последнюю версию. На данный момент это 3.0.109. Нажимаем скачать. После скачивания устанавливаем. Хочу напомнить, что это будет реал версия на 30 дней. А если хотите лицензию, как у меня, проверьте свой диск в материнской плате. Там, в папке Software, в моем случае, мы можем увидеть Lucid Virtual. Здесь будет первая версия. После установки версии 1.0 я автоматически обновился до версии 2.0. Программа запросила почту. Я ее ввел. И чуть позже пришел ключик на мою почту. Так что пробуйте такой способ. После установки Virtual, также желательно перезагрузить компьютер. После перезагрузки, у вас должна запуститься программа. Вот она перед вами. Вы можете увидеть свой чипсет Intel. Навести сюда. И свою графику дискретную. В моем случае 780. Заходим дальше в параметры. И смотрим описание каждой кнопки. High Performance. Улучшить качество игры. Повысить скорость реакции аппликации. Это будут работать две видеокарты. А виртуальный высинг. Удалить разрывы изображения при высокой частоте смены кадров. Если хотите использовать эту настройку, ставьте его в опцию высинг включенной. Для себя я включаю две кнопки. Дальше, как работать с аппликациями. То есть с программами. Заходим в вкладку аппликации. Мы уже видим здесь список. Он изначально здесь есть. Если же вы не нашли свою игру в списке программ. Нажимаем добавить. Выскакивает окно. Название .exe файла. И выбор. Нажимаем три точки. На примере Tomb Raider я покажу как это делать. Заходим по пути где установлена игра. А именно. В моем случае Games, Steam Library, Steam Apps, Command, Tomb Raider. Вот у меня установлены все игры. Steam. Заходим в Tomb Raider. Выбираем .exe файл Tomb Raider. Здесь будет указано. Путь. И название. Вы можете название поменять. Также. Поставьте галочку High Performance. И нажимаем ОК. Если эта игра уже имеется в списке Virtua. То вам выскочит такая ошибка. Добавление игры. Не выполненная игра с таким же названием файла. то.exe уже существует. Вот у меня Tomb Raider. Есть уже. Он активирован. Работает на дискретном графическом процессоре. То есть 780 карте. И включено High Performance. То есть еще поддерживается Intel. Если будут какие-то проблемы с самой игрой. Попробуйте зайти в аппликацию. Выбрать ее. И убрать High Performance. Во вкладке дополнительно можно выбрать русский язык. Также проверить обновления. Сброс оповещений. И вернуть стандартные настройки. Также есть галочка периодически проверять обновления. На вкладке Главное вы можете сделать так, чтобы показывать несколько секунд логотип Virtua MVP. Либо показывать его все время. Либо вообще не показывать. И выбрать угол, в котором он будет отображаться. Для того, чтобы выключить Virtua MVP, достаточно нажать большую зеленую кнопку. И тогда в параметрах все будет выключено. Также любую игру вы можете редактировать. Нажимаем редактировать. И изменяем название. Tomb Raider 2013. Потому что версии Tomb Raider очень много. Exe файл мы не меняем. А свое название поменять можем. Нажимаем ОК. Получился Tomb Raider 2013. Также есть Tomb Raider Underworld. В некоторых играх, как видите, по умолчанию выключена High Performance. Она горит красным. Можно включить его. И проверить как работает игра с двумя видеокартами. Если наблюдаются проблемы, мы выключаем High Performance. И у нас остается вертикальная синхронизация. Также рекомендую поставить самые последние драйверы для вашей видеокарты. На этом все, друзья. Все, что хотел, я рассказал. Все на данный момент у меня работает. Проблем никаких нет. Если у вас будут вопросы, обращайтесь. Я всегда отвечу. Также под видео вы видите ссылки на скачивание программ, драйверов и на мои тесты с игров. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. И ждем новых видео. Всем удачи. Пока.